Привет, это канал I Like Pet и в этом ролике мы расскажем вам почему могут не дать животное из приюта. Животные из приюта любящие и очень преданные. Ради своего хозяина, который подарил им шанс на нормальную жизнь, они готовы на все. Именно поэтому процесс поиска новых владельцев для животных из приюта имеет ряд важных особенностей. Одна из них требования, которые предъявляются к будущему владельцу подопечного благотворительной организации. Кому могут не дать животное из приюта? Каковы самые распространенные причины таких отказов? Давайте разбираться. У вас нет местной прописки и собственного жилья? Приют вполне может отказать вам в вашем желании и взять их подопечного к себе. Боготворительным организациям важно понимать, что у вас кошка или собака не будут испытывать проблем. Если же вы снимаете квартиру и не имеете постоянной прописки, велик риск, что ваш арендодатель будет против питомца в доме. И даже если он согласен при переезде на новую съемную квартиру, у вас и вашего питомца могут возникнуть сложности. Вам откажется отдавать животное, если вы берете его не себе, а в подарок другому человеку. Сотрудникам боготворительной организации важно знать, что у кошки или собаки будет ответственный хозяин. Когда вы забираете питомца для того, чтобы сделать подарок, у сотрудников приюта нет возможности пообщаться с будущим владельцем, а значит и понять, насколько хорошо он подготовлен к появлению животного в доме. Ваш возраст также может послужить причиной для отказа. Одиноким молодым и пожилым людям, как правило, своих подопечных в боготворительной организации отдают неохотно. Слишком молодые владельцы могут быть не готовы к финансовой и психологической ответственности при содержании животного, а пожилые люди могут не потянуть питомца из-за проблем со здоровьем. Если в вашей семье есть маленькие дети, возможно, вас попросят прийти за животным чуть позже, когда они подрастут. Маленьких детей зачастую бывает очень сложно научить бережному обращению с собакой или кошкой. Большинство животных из приюта пережили жестокое обращение, и если ребенок будет неаккуратно играть с ними, они не смогут адаптироваться в новом доме. Вы не можете предоставить согласие всех, кто будет жить с животным в доме. Пятая причина отказа. Это очень важный пункт, который соблюдает большинство приютов. Сотрудникам боготворительной организации важно максимально обезопасить своих подопечных от новых проблем. Поэтому им необходимо знать, что ни у кого в доме не появится внезапная аллергия на животное, и все согласны жить с собакой или кошкой под одной крышей. Таковы самые распространенные причины, почему могут не дать животные с приюта. Если они не про вас, смело идите за собакой или кошкой в благотворительную организацию. О других интересных фактах из мира животных вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был ilike.pet. До новых видео! Пока! Пока!